Анти Майдан, вы тоже. Новый день приносит Луганску новые страдания. Мать этой девушки недавно скончалась после того, как снаряд попал в балкон ее квартиры на четвертом этаже. Муж погибший только что вернулся. Девушке приходится сообщать отцу трагическую новость. Этому молодому человеку повезло. Его доставили в больницу с огнестрельным ранением. Шансов выжить было мало. Но буквально за несколько минут до нашего приезда он пришел в сознание. Я оскорблю со всеми их матерями, со всеми, кто получает эти ранения. На выходе из больницы встречаем Андрея. Он только что привез сюда жену. Андрей все еще находится в шоковом состоянии. И он не может поверить, что его жена выжила. Зашел в магазин. Услышал очередную к окну. И девки сразу говорят, ложись на пол. Я говорю, какой на пол? У меня жена, говорю, в машине. В окно выгляду, двери раскрыты, жены немало. Семья совсем недавно переехала в Луганск, из пригорода. Подальше от столкновений между украинской армией и отрядами сил самообороны. Просто нету слов. Простых мирных жителей за шоков. Я не понимаю. Мы спросили командующих операций в Киеве. Чего они добиваются? Главная задача сейчас – действовать максимально осторожно, чтобы мирные жители не пострадали. У нас нет данных о жертвах среди гражданского населения, но источные данные о погибших и раненых бойцах антитеррористической операции. В тот же день замминистра здравоохранения Украины сообщил, что с апреля, то есть с момента начала спецоперации, погибли 478 мирных жителей, в том числе 7 детей. Однако буквально через несколько часов министерство опровергло эти данные, альтернативных цифр, впрочем, не представив.